Для учащихся 13-й школы занятие подопризывной подготовки всегда событие знаковое. Вот почему для участия в соревнованиях в памяти Валерия Хована в командах был даже специальный отбор. Количество желающих было намного выше того, которое ожидали организаторы. В знаменательный день в гости к юношам и девушкам пришли почетные гости, в числе которых ветераны войны в Афганистане, чтобы поприветствовать и пожелать успехов в состязании. Мы сейчас находимся в этом тире, где славные ребята, беря оружие, получают хорошие навыки. Хорошие навыки того, чтобы быть достойными продолжателями наших славных традиций, героических защитников Брестской крепости. Соревнования проводились как в командном, так и в индивидуальном зачетах. Ребятам пришлось хорошенько потрудиться, чтобы набрать необходимые баллы. Развивая навыки стрельбы, юноши и девушки учатся сконцентрированности и собранности. Эти навыки им будут полезны не только на соревнованиях, но и в целом в образовательном процессе. Детям это очень интересно, особенно когда они входят в кураж, когда они начинают попадать в десятки. Ну, оторваться невозможно просто. Просто это очень хороший вид спорта для концентрации внимания, для отключения, к примеру, скажем, слуха. Как наши воспитанники, мы тренируем отключать слух для того, чтобы улучшилось зрение. И после того, как человек начинает понимать, что такое основы принципа стрельбы, он научится концентрироваться, отключать слух, правильно дышать и с первого выстрела поражать, мешать в десятку, появляется выброс адреналина. Несмотря на внушительное преобладание мужской части коллектива, успех на учебном снайперском рубеже все же больше был за представительницами прекрасной половины. Девочки в этот раз справлялись с заданием лучше и быстрее. Для меня это интересно, потому что обычно стрельбу приписывают это как мужской вид спорта, но хочется опровергнуть этот миф вообще. Это очень интересно. Самое главное – себя центрировать, просто сосредоточиться на стрельбе, чтобы не нервничать, успокоить себя на мыслях и стараться попасть, надеяться на лучшее. Этот вариант проведения досуга не только полезный, но и интересный. Ребята действительно очень старались. Победители ожидали памятные подарки и вкусные призы, чему молодежь была несказанно рада. Продолжение следует...